Добрый день, уважаемые телезрители живого телевидения. Сегодня вы снова в программе «Букинг», ведущий в студии Юрий Проскуряков. Сегодня у нас встреча с Юлием Наумовичем Квартином. Здравствуйте, Юрий Наумовичем. Добрый день. Рад вас приветствовать в нашей студии. Сегодня у нас в программе «Букинг» несколько необычная встреча. Точнее, мы встречаемся с писателем, публицистом, журналистом и замечательным юристом, адвокатом, который пишет, но не просто пишет, а это в основном все в документальном жанре. Обычно мы встречаемся с писателями фикшн, которые придумывают что-то. А вот Юлий Наумович, он не придумывает. У него так много материала жизненного, что даже придумывать ничего не надо. Я читаю ваши произведения, ну просто на ночь, как какую-то Библию. Ну вот вы знаете, вы, Юлий Наумович, дали мне какую-то подборку своих статей многочисленных, которые простираются от 79-го года аж прямо до настоящего времени. И это, ну можно сказать, почти 30 лет, чуть даже больше 30 лет вашей деятельности в качестве адвоката дружно вот в этой документальной прозе. И когда я прочел это все, то у меня сложилось впечатление о некой периодизации процесса, который вы отразили в своих публикациях. То есть процесс начался в Советском Союзе, это была одна адвокатская практика, потом после 85-го года началась некая другая адвокатская практика, потом с 90-го года началась третья, и вот сейчас последний период уже, мы как бы имеем четвертый период, и они достаточно сильно отличаются друг от друга. И вниманием к определенным делам, и той социальной обстановке, которая как бы просвечивает через то, что вы пишете. И вот в одной из своих статей, и в своей биографии, в автобиографии, вы указываете на замечательный факт, что вы выиграли в советское время дело о кривите в центральном органе прессы, партийной прессы. Я, откровенно говоря, даже не предполагал, что такое может иметь место. И слава себе представляю, что в нашей современности что-либо подобное могло бы произойти. И когда читаешь вот то, что касается советского периода вашей деятельности, то складывается впечатление, что в то время закон и правопорядок соблюдался строже. Вот я по своему собственному опыту, у меня было точно такое же впечатление. Ну, весь этот период жизни, как бы мы с вами родственники, там есть вот разница, и я все время чувствовал, что как бы все время ухудшается состояние права в стране. И что в советское время это соблюдалось. Хотя по зрелому размышлению мне пришло в голову, я вспомнил много случаев, процесс правых марксистов, когда дети обвиняли отцов, партийных руководителей, закрытый процесс, когда тут комсомольские работники допускались. Другие процессы, которые мне были известны, поскольку, как и вы, я успел в комсомольских органах подвизаться в советское время. И вот все эти воспоминания и тот правовой беспредел, который существовал и в то время, и он не получил должной оценки и в настоящее время. Все-таки меня привел к выводу, что, пожалуй, ухудшения не происходит, просто появилась в этой области некая гласность. То есть, если раньше это просто замалчивалось, и сотрудники КГБ уничтожали все следы партийных преступлений, там и прочее, этим специально занимались специальные люди, то сейчас никто ничего не замалчивает. Фактически, любые противоправные действия, которые попадают в подозрение журналистов, они так и иначе публикуются. Но по ним не принимается мер, как не принималось и раньше. Вот такое складывается впечатление, когда, в общем, оцениваешь весь этот период. Мне бы хотелось знать вашу точку зрения. Вот как вы оцениваете ту практику правоохранительных органов, которая существовала в Советском Союзе, по отношению к той практике, которую мы сейчас имеем в свободной России? Ну, я бы, наверное, более корректно к этому вопросу отнесся, потому что особой разницы нет. Более того, я бы сказал, что все же действительно в советские времена было больше, так скажем, порядка. И если раньше существовало так называемое телефонное право, сейчас оно в меньшей степени может влиять на те или иные процессы, потому что в какой-то мере, вот мы говорим о борьбе независимости судей за независимостью, то вот эта независимость, она в герпетрофированной такой форме проявляется у судей. К сожалению, раньше судья были более образованы. И они все же стремились как-то к тому, чтобы выполнять закон. Сейчас это очень сложно дождаться от судей. И надо сказать, что вот этот вот правовой беспредел, о котором сейчас говорят, он в основном, пожалуй, именно от часто встречающихся, не совсем, так скажем, образованных судей, подготовленных к своей деятельности, морально, психологически, да и физиологически. Знаете, вы мне напомнили один разговор, я был знаком с когда-то, это как раз вот дата такая рубежная, как и в ваших публикациях, 85-й год. И у меня тогда состоялся разговор с одним моим знакомым, точнее наши дети, еще маленькие, пятилетняя моя дочь, его сын, пятилетний тоже, играли во дворе, и мы как-то, наблюдая за их игрой, разговаривали. Он был профессор в юридическом институте, сейчас это академия, конечно. И он мне тогда жаловался на то, что происходит замена действующих в стране юристов, в особенности в милиции. И он жаловался на то, что, он говорил, что если так будет продолжаться и дальше, то в стране наступит беспредел правовой. Он как профессор понимал это. Он говорил, что все квалифицированные сотрудники постепенно вытесняются из органов милиции и заменяются людьми неквалифицированными. Это не говоря о том, о их профессиональной пригодности, психологической их пригодности к этой работе, просто профессионально непригодной, как он характеризовал тогда. Я вспоминаю приблизительно того же времени разговор с одним моим знакомым, коллегой, поскольку одним из моих занятий является психологическое консультирование, который служил психологом и проводил тесты еще в то время при приеме в высшую школу милиции. И он мне рассказывал, как коллеге, что является ли это секретом, я бы давил ее какие-нибудь тайны или нет, что за всю его практику на этом рабочем месте он не встретил ни одного человека, принятого в высшую школу милиции, который бы проходил тесты. То есть они все не соответствовали, но их, тем не менее, всех принимали туда. И не соответствовали по очень важным параметрам. И вот это... То есть вы пишете в своих статьях, и вот в последних статьях о том, что необходимо проводить тестирование. Профессиональное. Профессиональное тестирование. Ну так вот, психолог мне докладывал, что он по одному из параметров, хотя бы по психологическому и личностному представлению о человеке, он проводил такое тестирование. И это уже давно было. И я сделал вывод, что это прекратилось, как таковое, и не проводится теперь. Но что толку, что если это будет введено, но так же, как и тогда, не будет выполняться? Ну, я бы не стал так категорично утверждать. Тестирование как раз и тогда проводилось, и сейчас еще больше стало проводиться. Другой разговор. Я в отношении тестирования пишу не в последнее время, я уже 30 лет об этом пишу. Но дело в том, что тестирование, как раньше, так и теперь, с моей точки зрения, тестирование направлено в первую очередь на проверку личности, ну, так скажем, на подчиняемость, на, так скажем, готовность защищать корпоративные интересы. Не закон. Не закон. Вот в чем беда. Ну, вот тут мне психолог докладывал, что он тестировал, например, один из параметров, который я запомнил из той давней беседы. Ему нужно было выявлять наличие стремления к власти у тех, кого тестировали. И это был отрицательный признак, по которому должен был ставиться минус человеку. Так все, кто туда поступали, стремились к власти. Он должен был это фиксировать, он это фиксировал, но тем не менее их принимали. Ну, я бы не стал это как отрицательное качество, так сказать, оценивать. Ну, это мое мнение. Стремление к власти, по большому счету, это неплохое качество. Только к какой власти? Если эта власть направлена на оптимальное руководство, которое, ну, как бы, оно направлено на благо человека, на развитие общества, на, не на правовой беспредел, а на торжество законности, то это хорошее качество. А если эта власть направлена на обогащение, на... На стяжательство. Да, да, да. На то, чтобы проявлять свою власть и чтобы все знали, что я начальник, а ты дурак. Простое решение. Да, да. То это, конечно, совсем никак не может быть положительным оценено качество. Но, что касается тестирования, это очень большая тема. И надо сказать, что это тестирование в первую очередь всегда применялось и проводилось ну, раньше в КГБ, сейчас в ФСБ и довольно тщательное тестирование. И там более широкий аспект тестирования проводился. В МВД в меньшей степени тоже тестирование проводилось. Но минимальная и сугубо узкой направленности внутри корпоративных целей. так, если общо говорить. Но вот касательно вот, чтобы вам было понятно, да, сегодняшнее положение и прошлое положение вы коснулись того материала, где говорилось о торжестве закона в отношении газеты ЦК. Справедливости ради вынужден все-таки констатировать, что происходило следующим образом. Мне удалось доказать, что газета ЦК клеветническую статью опубликовала. Причем обманным путем, потому что там происходило таким образом, что я позвонил зав. отделам, где случайно мне стало известно, что готовится к публикации материал. И зав. отделом вроде как по телефону согласился встретиться, поговорить. Мы встретились с ним, поговорили. Он сказал, вы знаете, хорошо, я задержу публикацию, мы разберемся и тогда вернемся к этому вопросу. Я успокоенный ушел. Но это был обман чистой воды, потому что уже стояло в номере на следующий день. И на следующий день появилась публикация. Никакой проверки никто не проводил, просто заказная публикация произошла и все. Подано был иск в суд. О чем там было суть дела? В чем было клевито? В чем это состояло? Если говорить о материале, то можно и сейчас посмеяться. И тогда дошло до Брежнева. И Брежнев сказал, что за дела вообще газета ЦК? Чем занимается? После того, как дошло до Брежнева, вопрос был закрыт сразу. А по большому счету, я не буду сейчас говорить, кто конкретно, зачем и почему, просто сам сюжет был таков. Человек разводился, тесть был фигурой, приятель был прокурором достаточно большой должности, публиковался в различных СМИ, поскольку прокурором была Зеленая улица. И он приятельствовал в этой газете ЦК с этим запад делом. И очень просто он накропал материал, тот естественно вставил в номер и просто случайно, понимаете, земля же слухами полнится, случайно стало известно. И вот начали заниматься этим вопросом, что ребят, ну не дело такое, ну развод, ну что, газета ЦК занимается каким-то тривиальным разводом, каких много. Ну вот надо было порочить, то есть тесть никак не мог смириться, что зять не хочет жить его дочери. Ну знаете, это не единственное было такое дело. Это вообще практиковалось и исключали из партии по этой причине? Совершенно верно, но этого достаточно было допустим написать партийные органы. Там так и было, там так и было, но там целая история была очень поучительная, так скажем. Ну типичная вообще. Да, типичная, но не до газеты ЦК доходить в этом случае. Ну да, обычно решали на партийном собрании. Там бы исключили из парня, там все может быть и решили бы, может быть, если бы все шло совершенно другим путем. Но тесть решил, что зять букашка на одну ладошку положит, другой прихлопнет, его нету и он будет счастлив. Оттого, что он всем покажет, какой он крутой еще раз. Он так и показывал всем, какой он крутой всегда. Но зять оказался крепким мальчиком. И в итоге судья Троицкая рассматривала в Свердловском суде это дело, поскольку газета ЦК в центре, Свердловский суд как раз центр обсудил. и она очень смелая была судья. Сначала она была настроена категорически против, тоже женщина, солидарность женская, но когда разобралась в деле, она была возмущена и вынесла такое решение. и вот дело дошло до городского суда, потому что естественно газета ЦК обжаловала. Она не могла согласиться с таким решением, как газета ЦК клеветническую статью. она не могла клеветать априори. И поэтому они обжаловали. Но опять же они обжаловали используя определенные рычаги. В дело включился зав. отделом ЦК по печати. Тогда был председателем Московского городского суда Алмазов. Ему раздался звонок и говорит, что такое вообще, как это так. Алмазов вызвал Троицкую и говорит, что ты делаешь, что ты творишь. Такое решение, другого решения не будет. Я разобрал идею. Если хотите, вот вам заявление на стол. Она была очень сильная судья и очень честная, порядочная, как на проверку вышла. И конечно Алмазов порвал это заявление. Это мне потом уже все стало известно. не кипятись, не горячись. Но чтобы как-то избежать все-таки каких-то последствий, несмотря на то, что в кассационной коллегии представителям этой газеты ЦК и этому прокурору в открытую заявили, что хотите, чтобы парень покончил жизнь самоубийством, что вы травлю-то устроили. Но несмотря на такое мнение, оттуда сказали, решение было отменено и направлено на новое рассмотрение. Когда дело пришло опять в Сверховский суд, мне позвонил судья, другому судья дали, не стали подставлять Троицкую. Позвонил, молодой парень был, пригласил, я приехал, он говорит, Юлия Иванович, я посмотрел дело. Другого решения просто быть не может. Не может. Я, по идее, должен продублировать Троицкую, вынести такое же решение. Но мне сказали, если ты хочешь остаться в партии и хочешь дальше работать, можешь признать какие-то там, как это обычно практика шла по этому пути. по мелочи. Да, по мелочи, что там какие-то неточности, допущено, какие-то... Самокритику. Да, да, да. Но в целом статья должна быть признана правильно. А у меня рука, говорит, не поднимается. Давайте думать, что делать. Ночь раздумий меня привела к следующему решению. Я приехал в суд на утро, написал заявление о снятии иска. И другого решения нет. У меня есть решение, вступившее практически в законную силу, потому что Троицкая, будучи возмущенной таким подходом к делу, она выдала решение с печатью. Обычно выдавалась без печати, как не вступившее в законную силу. Когда вступала в законную силу, ставили печать. Троицкая, будучи возмущенной, она поставила печать. Говорит, Юрий Ильич, если что-то вдруг, вот я бы хотела, чтобы вы сохранили такое решение, вступившее в силу. Я снял, другого решения нет. Просто нет. Мне потом звонили из ЦК партии, значит, вы коммунист, вы адвокат, вы обязаны дело довести до конца, почему у вас снят иск? Хер ему снят иск? Тут же обвиняют в чем? В ЦК партии выдвинули обвинение, что против партии. никто против партии не выступает. Выступает против отдельных ее членов, которые позорят ряды партии. А партия тут не... Но если ставится так вопрос, что, так сказать, вот таким образом вроде бы расценивается, что против партии выступает, мы иск сняли. Мы удовлетворены. Решение уже есть. То есть нас поняли. Возможно было бы и второе решение. Но поскольку идет обвинение, что мы против партии выступаем, мы иск сняли. Мы против партии не выступаем. И как они не крутились, ведь заставить дальше слушать дело нас невозможно. Мы закрыли эту тему. И на этом все закончилось. Но фактически получается так, что в истории правосудия советского периода, это единственное решение, до конца дошедшее, закончившееся вот этим решением. Другого решения нет. Другого решения нет. Но они в газете опровержения опубликовали? Или нет? Они опубликовали, они три статьи опубликовали. Три статьи. И последняя статья после снятия иска была, что вот решение такое было вынесено, но оно было вынесено за деньги, Троицкая взяла деньги, иначе бы она никогда бы не вынесла такое решение, и после этого иск был снят, поэтому мы считаем себя правами. Это клевета была. Это очередная клевета, естественно, Троицкая пришла к Алмазу и говорит, ну что, мне теперь подавать на газеты. Но на этом закрыли сразу, потому что дошло до Брежнева. Брежнев сказал, что, во-первых, там герои, так скажем, назовем их так, герои были евреи. Значит, и как мне сказали Брежнев, когда все это ему доложили, он сказал, говорит, так, передайте этим евреям, что если они не прекратят это безобразие в нашей стране, они даже в Израиль никогда не попадут. И на этом все было, видимо, передали, все сразу, извините за грубость, заткнулись. И газеты. Когда антисемитизм сыграл положительную роль в жизни людей? Ну, трудно сказать. Я не могу, например, антисемитизм приписать к Брежневу, потому что говорят, что у него много было друзей евреев, так сказать. Но антисемитизм не препятствовал дружить с евреями? Ну, это разное. Он все-таки, ну, как я это знаю, я лично с Брежневым за руку не держался. Но, во всяком случае, у него были не деловые друзья евреи, а говорят, что он общался с ними на таком товарищском, семейном уровне. Почему бы и нет? То есть, с детства знаком. Да, да. Ну, вот. Мне вот... Так я, извините, я ведь вот тот пример ввел, да? И вот вам сегодняшний пример. Вот это интересно. У меня есть дело, которое я веду еще до сих пор, уже много лет веду его, по которому один из эпизодов такого дела, это зам. председателя суда была Раменского, она сейчас уволилась, когда такая же картина, она вынесла решение, не основанное на материалах дела. Мало того, мало того, у меня имеются подтверждения, с которыми не согласилась прокуратура, а точнее, нельзя сказать, что она не согласилась, просто судья, воспользовавшись своим статусом неприкосновенности, не явилась для допроса в прокуратуру. Вот и все. И на этом все, поскольку она отказалась явиться, а ее не имеют права... Судья возвращаются президентом, без президента движения. Да, да, да. Вот. То на этом все и заглохло. А мои обращения в квалификационную коллегию судей, к сожалению, столкнулись с тем, что закон несовершенен. На мой взгляд, нельзя позволять квалификационной коллегии судей сбрасывать с себя проверку тех или иных жалоб. А закон, собственно говоря, предусматривает, что квалификационная коллегия судей вправе направлять для разбирательства обращения к ним председателю того суда, в котором работает тот или иной судья. А получилось так, что я, собственно говоря, зампредседателя суда слушает дело, я заявляю ей отвод, у меня были на то основания, потому что у меня есть, как я уже сказал, подтверждение чего. Она фальсифицировала с моей точки зрения протокол. Да, понятно. И на основе этого фальсифицированного протокола вынесла свое определение сначала, а потом и решение, кстати говоря. И вот, когда она вынесла одно определение, я его обжаловал, как незаконно вынесенное, кассационная инстанция отменила. Второе определение, я его обжаловал, кассационная инстанция отменила, как незаконно вынесенное. Третье определение, я его обжаловал, кассационная инстанция отменила, как незаконно вынесенное. В итоге, она вынесла решение на основании тех же самых доказательств. Тут я уже был убежден, что я прихожу в кассационную инстанцию, автоматом его должны отменить это решение, потому что оно вынесено на тех же основаниях, определения были все отменены на этом основании. Решение было оставлено все. Параллельно обжаловывая решение, в кассационном, потом, надзорном порядке, я написал жалобу в кавалитационную коллекцию судей. Не по делу, а потому, что был сфальсифицирован протокол, с моей точки зрения. Я убежден в этом. Есть доказательства там. Значит, нет. Направляют председателю суда. Я уже начал об этом говорить. Когда я заявил отвод зампредседателя суда, которая слушала непосредственно дела, и она мне отказала, я заявил отвод всему составу судей. Но, всего суда, это уже я принес председателю суда. Председатель суда посмотрел и говорит, а что вы позоритесь перед своим... А рядом сидит мой клиент. Что вы позоритесь перед своим клиентом? Не существует в законе нормы, которая позволяла бы заявить отвод всему составу суда. Я говорю, да что вы, столько лет работаю, первый раз слышу, что не существует, а я был убежден, что тут существует. Он мне протягивает кодекс и говорит, ну, найдите норму, право, где существует. видимо, решил, что я вот тут сижу и ничего ему показать не смогу. Я говорю, ну, давайте посмотрим, поищем, сейчас я... И тут он сообразил, что я просто притворяюсь, так сказать, я беру этот код, чтобы ткнуть его. Ты же председатель суда и не знаешь закон, норму права не знаю. Я ему собирался открыть статью и показать. вот написано, отвод всему составу суда допустим. И тут, когда он сообразил, он вырвал у меня из рук этот кодекс, понял, что он хотел меня опозорить перед клиентом, а прежде, чем идти к председателю, я показал эту норму права своему клиенту, чтобы он понимал, о чем идет речь. И он прочитал, и он не глупый человек, он все понял. и он сидит, улыбается, мой клиент, этот вырывает, хорошо, оставляйте заявление, я вам отвечу. В ответе он мне написал, не существует такой нормы. Я приложил вот это, то, что он мне ответил, приложил все доказательства в отношении зампредседателя суда, и направляю в куриционную коллегию суть. Казалось бы, ну, идиот должен понять, что там председателю нельзя направлять. Он уже дал ответ, и я жалуюсь на него, у меня же обращение, что ни председатель суда, ни зампредседателя суда не могут, так сказать, с моей точки зрения, нести свое время деятельности на судебном поприще, поскольку они нарушают закон, не знают закон. Как же они могут рассматривать дела, если они вот таким образом относятся к нормам права? Как минимум некомпетенции. Ну, минимально. Ну, может быть, и компетентно, но они председателя областного суда, хотя у меня в обращении было написано, поскольку дело уже было рассмотрено председателем областного суда, прошу не направлять. делом делом суда. Она мне пишет, дело уже рассмотрено, вам в жалобе отказано, и таким путем не надо следовать для отмены решения. Да при чем здесь решение? Я говорю о поведении, о компетентности, о квалификации судей. Вот это рассмотрите, пожалуйста. Я не хочу лукавить, безусловно, если бы они признали ошибку, допущенную судьями, это бы дало мне основание тогда обжаловать высший верховный суд и говорить о том, что они не квалифицированы, рассмотрели дело, и они не могли принять правильное решение, поскольку у них не хватило квалификации. И это признак лекционной коллегии. Поэтому прошу отменить и направить на новое рассмотрение куда-то в другое место, допустим. Безусловно. Это для меня было бы основание. Но я не говорил о деле, я говорил об их профессиональной подготовленности. Она мне отвечает председатель областного суда, что по делу уже принято решение, ваша жалоба рассмотрена и не надо сказать. Моразм. Я написал третье обращение в квалификацию коллегии судей, до сих пор я не получил ответ. Вот вам сравнение. Там, между прочим, было гораздо приятнее работать, так скажем, чем сейчас. Знаете, у меня все то, что вы говорите, мне кажется совершенно верным, но у меня складывается впечатление, что существовала некая зона в советское время, в которой можно было настаивать на праве, которое было конституционным или же в уголовном кодексе, или в гражданском кодексе, так или иначе зафиксировано. И если это не касалось другой зоны, где право не соблюдалось, как бы было две зоны. И вот в определенной зоне можно было все это делать, а в другой зоне это было исключительным случаем, как по делу о кривите в центральном органе пресса. но я сейчас хотел немножко о другом вас спросить, потому что вы в статьях пишете о психологической подготовке и самих органов или осуществляющих юстицию лиц, и также подзащитных и осуждаемых лиц в целом комплексе мер, которые соблюдаются в Европе, а у нас этим пока что никто не занимается. Для этого мне хотелось бы ознакомить наших телезрителей с некоторым, так скажем, я просто прочту сейчас, чем вы занимались в течение жизни, потому что мне это кажется важным. вы же не только были юристом, да, и вот участие в жизни людей не обязательно в качестве адвоката, а вот в других гражданских качествах и опыт приобретаемый в этой связи мне кажется важным в связи с тем вопросом, который я вам хочу задать. Ну так вот, значит, вы с детства обучались музыке, и выучились играть на клавишных инструментах, а потом даже и на струбах. Но этим ваше музыкальное образование не закончилось, потому что я уже узнал из вашей биографии, что в армии вы еще играли и на духовых инструментах, и на ударных инструментах. То есть вы практически овладели всеми инструментами симфонического оркестра, можно сказать так, в разные периоды жизни. Но я бы не рискал позиционально. Вы же не профессиональные музыканты, а вот в качестве такой самодеятельности, художественной, которая была расустроена в советское время. Потом, кроме этого, вы были актером. С этого начиналась моя профессиональная деятельность. Да. Именно с этого в театре Центральный театр Советской. Советской. Да. Который видит в дюймбре, если смотреть с неба на него устроен, и в который можно было через верх опустить танк на сцену. Это замечательный театр, который не имеет, по-моему, аналогов в мире, и вы там были актером. Так вот, кроме этого, вы успели побыть токарем универсалом, радиомастером. Не, не мастером, радиомонтажником. Нет, вы получили специальность в радиошколе ДСАФ, вы пишете. Радиомастером, специальность радиомастером. Потом вы начали свою писательскую деятельность очень давно, в 65-м году. Судя по тому, вы сочинили, написали сценарий. И кроме этого, вы были режиссером этого самого сценария. То есть, вы попробовали себя и режиссером, и актером, и ведущим. Это все происходит в самой ранней вашей молодости, или юности, я бы сказал. Когда вы только формируетесь еще как личность. И вот сразу потом, после армии, вас направляют работать в ЦК КПСС. Да. Где вас прямо по возрасту оттуда бракуют, значит, отправляют в ЦК КПСС. Да, было такое. То есть, вы успели потрудиться и на поприще партийной деятельности, видимо, вступив в партию в армии? но я там не потрудился, а пришел и меня сразу в ЛКСМ отправят. Сразу отправится к ЛКСМ, но я и там не пошел туда работать. Ну да, и вот после этого, значит, вы уже стали радиомонтажником, регулировщиком радиолапаратуры, то есть, работали просто на производстве. Да. Не вам придут в институте, значит, я скажу. это все равно производство. В производстве, но не это все равно вы там не руководили исследованием? Нет, я вообще не мог руководить. Вы рабочие были, которые обслуживали какие-то лаборатории или еще что-то в таком роде, да? Ну, это был единственный институт у нас тогда в Советском Союзе, и, насколько мне известно, всего два было в мире. А после этого, значит, вы все-таки после просто фантастических перипетий вы поступили в МГУ. Да. И вот и стали заниматься, стали учиться на юриста, международника. И вот там вы стали секретарем комсомольства, или замом секретаря комсомольской организации. Зам секретаря комитета комсомола по массовой работе факультета. Ну, в МГУ это достаточно высокое общественное положение среди студентов, насколько я понимаю. Будучи сам не понаслышке с этим знаком. Но одновременно вы все равно продолжали свою рабочую карьеру. И работали приемщиком товара. У меня это было на что-то жить. Да, я плеваю. Стипендии не хватало. Ну да, стипендии не хватало. И вот, значит, и вот после уже окончания началась ваша карьера юриста, которая так и продолжает заниматься по сей день. Ну вот я так кратко рассказал ваш трудовой путь или то, с чем вы сталкивались в жизни. И сейчас хочу задать вам вопрос. Я был знаком с работами Петра Павловича Подгипольского. Это был второй гипнолог в стране после Токарского. Ну, просто по их возникновению. профессор психиатр и гипноз. И он в свое время написал книгу о влиянии и внушении на развитие органических форм. Я был знаком с его дочерью Еленой Петровной Подгипольской, которая поместила эту книгу в архив Академии наук в фонд Академика Владилова генетика, с которым они были друзья. Этот фонд должны были открыть в 88-м году, до сих пор не открыли. Подгипольский в своей книге затрагивает аспект эволюционистики, который не затрагивал ни Дарвин, ни Олес. Вот влияние внушения на развитие органических форм. И он вот это знакомство с Еленой Петровной позволило мне ознакомиться с его статьями. Вот, например, статья 2014-го года, где он пишет о влиянии войны и страха на развитие последующих поколений. И он описывает в 2014-м году, накануне Первой мировой войны, прямо перед началом войны, он описывает дегенерата, который рождается от родителей в период беременности женщины, когда родители испытывают страх о влиянии внушенного вот этого наведенного страха на ребенка, который родится от этих родителей. Вот этот дегенерат, описанный под Гиппольским в его статье, он фотографически соответствует нашему рядовому современнику, который сейчас не считается дегенератом. И вот это знакомство с такими работами навело меня на достаточно серьезное размышление о том, почему происходит то, что происходит. и вот насколько вы оцениваете реальность того соблюдения права. Вот сейчас картина, которую вы описываете в статьях, говорит о том, что сами работники правоохранительных органов сами же они борются с законом, что, казалось бы, немыслимо. Это немыслимая ситуация, когда работники правоохранительных органов сами борются с законом. Значит, появилась такая прослойка в нашей жизни людей между криминальным миром и некриминальным миром, которая, содействуя криминальному миру, пытается извратить закон, и это происходит на наших глазах повсеместно, об этом говорят все средства массовой информации, об этом говорит президент страны, и при этом ничего абсолютно не орицет. Скажите, как вы думаете, вот в условиях, дегенерации людей, в условиях того, что не поддерживаются перспективные виды людей, которые тоже существуют в настоящее время, не все дегенераты, возможно ли вообще реанимация правовых взглядов, правового поведения населения, потому что из этого же населения и состоят работники правоохранительных органов, это часть нашего населения, на что и ссылаются они сами, они говорят у нас такой обычай, так какое население, такие судьи, такие милиционеры, чего вы жалуетесь, мы все одинаковые, вы об этом кстати где-то и упоминаете в статье, вот как вы думаете, в этой ситуации может быть какое-то перспективное развитие? Думаю, да, думаю, да, правда, я не знаю, что вы сейчас имеете ввиду, перспективное развитие дегенерации, нет, перспективное развитие, в смысле развитие правовых взглядов и правового поведения населения и в первую очередь сотрудников правоохранительных органов. Вы знаете, ну, я бы начал, наверное, ответ с того, что еще в студенческие годы, когда я в университете учился, у нас читал лекции Сергей Сергеевич Остраумов, потрясающий профессор, потрясающий, он, по-моему, один из немногих, кому дозволялось упоминать Ламбразо. Да, в те времена. Да. И он читал лекции о нем. И, по-видимому, он ну, расценил, ну, так скажем, по-настоящему мой интерес к этому, ко всему. И даже принес мне книжку, потому что ее достать было нигде невозможно, Ламбразо и его книжку. Я тогда уже в студенческие годы прочитал. И надо сказать, что уже тогда я увидел очень много интересных аспектов вот в этих научных исследованиях его. И что самое странное, это то, что у нас запрещалось упоминать даже имя Ламбразо. А в КГБ преподавали. Да. Ну, понятно. И использовали его методики. Да. Поэтому говорить о том, что дегенерация не дегенерация. Ведь Ламбразо в своих трудах описывал то, что мы знаем, допустим, в фашистской Германии делали по черепу, по лицу и так далее. но мы это приписываем к фашистской идеологии. На самом деле там есть очень много нормальных, правильных, так скажем, подходов. Ну да, ведь то, что нацисты использовали Ницше, не говорит ничего о том, что Ницше был нацист. Да, да, да. Вот. Поэтому наверное, кому-то, так скажем, мягко надо, чтобы такие дегенераты, как вы выражаетесь, участвовали в процессе нашей жизни. Я вспоминаю 91-й год, я ехал в Бутырку, ехал по улице Горького тогда, сейчас она криская. Если вы помните, это был как раз тот день, когда бунт около Белого дома, а потом от Белого дома пошли к Останкину. Так вот, они шли через туннель под Маяковки, а часть народу вырвалась, не поместились, что ли, в туннель, пошли верхом и остановили движение. Я уже опаздывал, не знаю, что делать. Мы подошли, гаишник там стоял в наряд милиции, мол, ребята, ну что вы делали, ну пусть они там в туннеле идут, раз уж и идут. Ну здесь-то чего, специально поехали здесь. Они говорят, вы посмотрите, разве можно их остановить? Я посмотрел на лица. Откуда этот народ взялся, я не знаю больше, я таких людей не видел нигде, никогда. Я еще раз видел, когда в 93-м году еще путь был. Вот. таких жили. Их откуда-то же взяли, их откуда же привезли. Где-то они живут, где-то их содержат. Живут, да, среди нас. И там один пытался проехать через эту толпу, плюнул, мне ехать надо, что вы тут это самоустроили, да? Так там я не знаю, что творилось. Правда, бросились на его машину, я воспользовался этой брешью и поперся. Грубо говоря, через эту толпу, но через эту брешью мне удалось проскочить. наредка ходите на футбол? Нет, я на футбол в детстве ходил. Вы сейчас, наверное, наредка ходите, вы не видели, там лица какие, и какие наряды зерванных людей и прочее. Поэтому, наверное, существуют люди разные. Люди разные существуют, и что печально, это то, что все это используется. Так же, как используется и многое другое. И религиозные настроения, которые подогреваются и определенным образом направляются, и шовинистические, националистические и прочее, и прочее, и прочее, и прочее. Я лично, я не профессионал, политик, но я, как обыватель, называю таких политиков, которые это используют, политиканами. Потому что они сиюсекундную выгоду в этом ищут, не задумываясь над тем, что будет завтра. А ведь остановить еще процесс надо, а остановить его уже невозможно. Потому что его подхватывают другие, кому это выгодно. Они использовали сиюсекундную, потом они это бросили, идут дальше. Куда вы ведете меня своим убеждением? Вы тоже сказали, что вы видите светлое будущее. Правильно, правильно. Я сейчас, подожди, дайте договорить. А это подхватывается. Так вот, когда я прихожу в прокуратуру, например, и говорю, вот так и так, со мной соглашусь? Да, по закону надо так. Я говорю, ну так, вот я езжал. Да не, ну как? Закон есть, закон есть. Вы сами говорите, по закону надо так, давайте. Да нет, это нам никто не даст так сделать. Что, не даст? Ну что вы, не знаете, какая сейчас ситуация? Дальше еще хуже будет. Это мне так. Обещают. Да. Мне так говорят. Я говорю, ребята, давайте, вот вы лично начните работать. Вы же в этой цепочке. Вы лично начните работать, чтобы на вас спотыкались все. Глядишь, следующее звено начнет работать, следующее, и цепочка разорвется. И может быть, тогда мы начнем наводить порядок. Так вот, как вы сказали, там, дебилы, не дебилы, да? Дебилы не говорим, дегенераты. Это совсем другое. Дегенераты. Значит, эта категория кому-то нужна, ее пытаются поддерживать. Так же, как и в правосознании тоже. Вот нужно такое создавать, и вот такое и создают. Ну да где светлая страна? Но так продолжаться бесконечно не может. Ну это просто утверждение. Нет, это не утверждение. Потому что, ну вот возьмите, вы же сами говорите, что вот вы ознакомились с моими материалами, а примеры в материалах я привожу из собственной практики. Но у меня же все-таки есть какие-то положительные результаты. Так мне хотелось бы в это верь. Значит, у вас высокий пациент очень выигрыш, выигрыш, выигрыш. Сколько таких адвокатов? Ну мне так трудно сказать. К сожалению, после 2002 года набрали очень много адвокатов, и мы друг друга вообще не знаем. Если раньше мы знали все друг друга, и как-то общались, и знали, кто что стоит, то сейчас очень сложно. Очень сложно. Это связано с преобразованием органов, коллегии, там во что-то преобразовали. Ну, во-первых, к сожалению, в некоторых случаях участвовали и соглашались на это люди, которые, я в свое время статью написал, что случайно попавшие адвокатов. А во-вторых, во-вторых, не все, к сожалению, зависит от нас, от адвокатов. Вот возьмите, например, 2002 год. Моя единственная статья, я единственный, был опубликован в газете, в российской газете. Российская газета категорически отказывалась публиковать материалы на тему принятия нового закона об адвокатуре. А новый закон об адвокатуре был безобразным совершенно. И первое чтение он в лед прошел. Осталось на второе чтение его принять и все. И там уже делай что хочешь. И вот перед вторым чтением мне единственному удалось все-таки убедить газету, так скажем, чтобы они опубликовали мой материал по этому поводу. Не хочу брать такую смелость на себя, что именно после моей публикации, но факт остался фактом. Все так совпало. Именно после этой публикации закон со второго чтения был снят. Но все равно в основном пролоббированные моменты остались, сохранились. Некоторые даже формулировки из моей статьи попали в закон. Опять же, я не хочу брать на себя смелость, что это именно моя заслуга. Но читаю в законе то, что было написано в статье. Закон-то большой, там некоторые вещи. Поэтому говорить о том, что уж все это так, мы боремся, вода камень точит, но не все зависит от нас. Да, я понимаю. Вот скажите, сейчас буквально средства массовой информации заполнены всевозможными сообщениями о противоправных действиях милиции. вплоть до тяжких преступлений, которые освещаются прессой. Об этом идут разговоры и среди юристов, и среди неюристов, и среди журналистов, и среди депутатов, и на всех уровнях. Вот как вы относитесь к такой идее? Ну вот, как бы там не преобразовать милицию, как бы, вот Степаш говорил, что полицию нужно организовать сейчас, вот как бы, как не проводи преобразование, это все равно человеческий фактор, должны работать какие-то люди с правовым сознанием, которые подготовлены соответствующим образом и соблюдают закон. В то время, вот за весь период перестройки, назовем, ну просто условно, вот всего этого процесса перехода от одной информации общественной к другой. Было уволено большое количество работников КГБ и ФСБ, которые вышли на пенсию там, или же были уволены по каким-то сокращению штатов, ну под разные предлоги. Вы сами говорите, что они все проходили тестирование, в отличие от милиции, которая не проходила фактически этого, формально как-то это проводилось. Многие из них продолжают работать в охранных структурах. Как вы относитесь к такой идее? Вот взять и сотрудников охранных структур, которые проходили тестирование, которые профессионально подготовлены, бывшие работники ПСБ и КГБ вот ими заполнить полицию, сократив ее съедночисленность, а милиционеров, освободившихся от своих неправовых действий, направить в охранные структуры. Просто силовым путем заменить и поменять их местами. Как вы думаете, могло бы это быть результативно сложившаяся ситуация? Сомневаюсь. Сомневаюсь? Сомневаюсь. Дело в том, что во-первых, те, кто уволились, они уволились кто-то по финансовому соображению, кто-то по идейным, кто-то еще по каким-либо, но они уволились. Пока они работали, у них была совершенно другая психология. Придя в структуру коммерческую, у них эта психология стала меняться. Так или иначе. Ведь человек он не заморожен в состоянии, он постоянно трансформируется во всех отношениях. И поэтому сейчас это уже совсем не те сотрудники. Кроме того, они оторвались хоть на небольшой период, но они оторвались от специфики своей деятельности. А она идет дальше. Причем идет не всегда, к сожалению, в нужном русле. Поэтому если они придут, они столкнутся с тем, чего раньше и не было. Начну вспоминать, вот тогда мы делали так, то... А сейчас совсем другое получается, потому что пришли и нагадили. А испоганив ситуацию, исправить ее тяжелее. Говорят, дурные примеры зародительные, они хорошие. И хорошие насаждать очень сложно. Другой разговор, я сказал же уже, что я убежден, бесконечно так длиться не может. Не может. ведь говорить, что у нас в стране все так плохо, а там где-то хорошо, где хорошо, где нас нет. И взяточничество, и коррупция, и многие другие вещи, они существуют во всех странах. Это не только у нас. Вопрос в другом. Вопрос в другом. Вот вы говорите, например, о какой-то прослойке между криминалом и некриминалом. Я считаю, что этой прослойки вообще не должно быть, и ее нет. Потому что если кто-то стал не просто какие-то отношения поддерживать, а эти отношения, ну, вот у меня, например, вынуждены профессиональные отношения с криминалом, да? Я же вынужден с ними общаться, а не потому, что я хочу стать тоже криминальным лицом, да? Но те, кто эти отношения поддерживаются иными целями, они уже криминальны. Извините, Юрий Науч, мы должны прерваться на несколько минут и после этого продолжим нашу беседу и трансляцию. Ну, А? Ну, я так нормально вообще выгляжу или есть накладки? Уважаемые телезрители, мы продолжаем нашу трансляцию программы Booking, ведущая в студии Юрия Проскуряков. Сегодня нашим гостем является Илья Новымович Квартин адвокат, заслуженный адвокат России. Я правильно? почетный адвокат. А по нечетным я не адвокат. Я извиняюсь. Мы с вами остановились на тех проблемах, с которым сталкивается сейчас правоохранительная система в связи с нарушением законности в милиции. и с вот такой мыслью о том, нельзя ли заменить, поменять местами бывших сотрудников ФСБ и КГБ, которые работают в охранных структурах, и милиционеров. И вы скептически относитесь к этой идее. Да. Да. Но здесь я еще раз повторяю, что у них уже поменялось мышление. И поэтому вернуть их очень сложно. Это должна быть... А где взять вообще подготовленных людей, которые сейчас могли бы сформировать... Ну, если им оказать психологическую помощь, если они к этой психологической помощи будут адекватно настроены, то тогда, может быть, кто-то сможет вернуться. Ну, заработная плата соответствующая, да? Вы знаете, я вам приведу пример. Правое сознание, которое присутствует. Очень часто говорят, а вот вы поднимите зарплату, и все изменится. Ничего не изменится. Сколько человеку ни дай, ему всегда будет мало. Понимаете, вот я могу привести пример. В 80-х годах начали создавать кооперативы. Был такой кооператив на основе, так сказать, учредителей была инвалидная организация, и председателем кооператива был без ноги, без двух ног человек. кооператива. Он тогда изобрел и создал, и сделал, и он ими пользовался, протезы, на которых он ходил даже без палочки, слегка раскачивая. К нему и из-за границы приезжали, уговаривали, чтобы он подписал лицензию на выпуск, и так далее. Парень был талантливый. Но вот такой он был по характеру человек, и никому так и не отдал этот протест. Так вот, он что он делал? Для того, чтобы добиться какие-то льготы, а тогда льготы были модны, для кооператива он обзванивал всех иностранных корреспондентов, извещал их о том, что он двигается в приемную ЦК, приходил в эту приемную ЦК, там уже толпа журналистов стояла, располагался там и устраивал якобы голодовку, что притесняют инвалидов. И вот меня тогда вызвал один из высочайших чинов МВД, говорит, Юрий Иванович, вот помогите как-то это дело исправить наши... Меня погоны снимут и уволят. Я ничего не могу с ним сделать. Что за дурацкая постановка вопросов. Ну, действительно, по каждому чиху он бежит и голодовку устраивает. Надо, не надо, правильно, неправильно, просто вот голодовкой и добивается своего. Дайте нам это и все. Можно, нельзя, законно, не законно. Дайте нам. Иначе я буду голодать. Вот нас инвалидов прописали. Это какой год? Это 80-е годах еще советская власть была. Значит, ну, обустроили так, что я туда пришел. Вплоть до того, тогда даже написали в Минюст они письмо, потому что запрещено законом было нам даже, вот сейчас, если я могу быть учредителем, я не могу там занимать какие-то посты по закону, да, а вот учредителем, владельцем я имею право быть. Тогда нельзя было быть даже владельцем кооператива. Так они написали в порядке исключения, просим разрешить стать соучредителем нашего кооператива, и мне разрешили, я зарегистрирован был соучредителем тогда. Но, я к чему это все рассказываю? У них был один цех по производству протезов. Ну, допустим, я в этом не очень хорошо разбираюсь, я же не занимаюсь производством протезов. Вот этих протезов, на которых он сам ходил? Нет, нет, вообще протезы, да, для инвалидов. Допустим, в протез надо было положить килограмм гипса, к примеру, да, они клали 200 грамм. Я говорю, ребят, что вы делаете? Это же ваш собственный кооператив. Вы же крадете сами у себя. Это все равно, что вы через форточку залезете к себе домой, из собственного буфета возьмете бутылку водки, выпьете, и будете считать, что вы выпили на халяву. Это же ваша водка. Вам реноме свое надо поднимать. Вы должны как-то завоевывать рынок этот. Вы должны, чтобы люди к вам делать так, чтобы люди к вам шли, стояли в очередь. А так, вы 200 грамм положили, вышли они от вас, протез сломался, да, они вас будут проклинать, и больше никогда к вам не придут, и вы денег больше никаких не получите. Это работает намного сильнее, чем позитивная реклама. И в итоге, так сказать, они мне отвечают, да, но мы же можем еще пять штук сделать. Конечно, да. За килограмм. Кто их будет покупать? Я говорю, да какие пять штук? Вы сделаете один протез, пусть он будет дороже, но сделайте так, чтобы человек всем сказал, ребята, не идите туда, идите сюда. Поэтому вопрос... Так они вас послушали? Нет. Ну, вот, нет. Нет. Я к чему это рассказываю? Поэтому, если человек относится к своему делу с пониманием, если человек не думает о сию секундном каком-то, о сию секундной выгоде, то тогда да. Но ведь эта настройка на простые решения, она наблюдается как системный фактор во всем. Ведь это же и есть основа криминального сознания. Простые решения взял, отнял, да? Это проще, чем, скажем, сделал, но хорошо, но это долго, и нужно делать, а можно просто отнять, или что-нибудь отнять, продать. Но для того, чтобы этого не существовало в нашем обществе, для этого и должна работать правоохранительная система. Ну, правильно. А для того, чтобы в ней работали люди, значит, надо их туда подбирать. Не брать, вот, я помню, в 2002 году, когда принимали вот это, то, что мы вспоминали, закон об адвокатуре новый, у нас стали в адвокатуру брать повально. И многие фирмы юридические, которые были до этого, созданы, разрешили им войти в состав адвокатов, так сказать, их принимали, выдавали лицензии, там, удостоверения, и они стали адвокатами. Я тогда говорил, ребят, нельзя так огульно подбирать. Вот везде я неоднократно писал в своих материалах, что за рубежом адвокат это белая косточка, голубая кровь, это высшая какая-то каста нации во всех странах. Как консультанты. Да, да, да. И не только консультанты. Консультанты это высшая в бизнесе. да. Это ведь к адвокатам и в судах, и в прокуратуре, и в следствии там отношения особые. Если у нас на адвоката смотрят как, ну, чаще всего как к несуну относятся. Ну, вы знаете, вот то, что вы говорите, оно имеет как бы некую глубинную перспективу. И у нас вот часто сталкиваешься с мнениями людей. Вот мне один сотрудник администрации, достаточно высоко положенный, говорит как-то, ну, что ты, вот, мы с ним говорили на культурной темы, культурологической. Он мне говорит, ну, что ты вот говоришь про какой-то там, про какой-то абсолютизм, про какой-то феодализм. У нас первобытная община. Я тогда посмеялся немножко, потом подумал, может быть, он не так уж и не прав в том, что он говорит. И вот, читая о том, что творилось в Афинах в пятом веке до новой эры, а там у них была достаточно простая система, и многие общественные институты, которые сейчас так или иначе представляют ту же самую систему. Они были в наглядном виде, вот так можно сказать. У них фактически были рабы, у них были метеки, и у них были простаты, кроме полноценных граждан. Так вот, значит, метек это чужестранец. Это человек, который не имеет никаких прав, но он может быть очень богатым, может быть очень влиятельным, но он не может выступать в собраниях, не может участвовать в законодательной деятельности, и прочее. А между метеком и полноценными гражданами существовали так называемые простаты. Простаты, их роль заключалась в том, что они, будучи гражданами, представляли метеков гражданами, потому что метек не мог обратиться к гражданину напрямую. Так вот, у меня такое впечатление, что граждане нашей страны, так называемые граждане, это поголовно метеки. и у нас, и поскольку, поскольку после октябрьской революции, имевшие право тогда, тысячелетнее право, были как бы устранены, то метеки начали править метеками. И в этом случае никакие простаты уже больше не нужны. Поэтому у нас не формируются многие общественные механизмы. То есть, они формально, видимо, лежей присутствуют, но поскольку так делают там где-нибудь в Европе, ну вот и у нас, нам нужны адвокаты. Адвокат, это фактически вот этот простат, он представительствует за одного человека перед другим человеком. Он представительствует государству за гражданина. и по-разному представительству. У него много функций. И вот его снижение роли адвокатуры, мне кажется, вообще системный фактор всего, что у нас сейчас происходит. И это касается не только адвокатуры. Мне кажется, это касается всех общественных представительных институтов, которые по своей форме и по своей обязанности и по необходимости и по логике они должны представительствовать между гражданами и государством. они должны осуществлять определенные функции. Вот такой интерфейс как бы. И этот интерфейс формально как бы существует, но постоянно подвергается всяким метаморфозам. Что-то с ним происходит. Его преобразуют из одной формы в другую. Он не имеет никаких отчетливых, осознаваемых гражданами границ. И вот мне кажется, в этом, как вы думаете, не в этом ли состоит наша беда и вот отсутствие такого устойчивого правосознания у людей. Вы знаете, я так думаю, что, наверное, ну, по крайней мере, по моему мнению, вы не совсем правы. Ну, возможно, я не юрист. Значит, что касается адвокатов. Что касается адвокатов. я не беру на себя смелость говорить, что я, так скажем, последняя инстанция и со мной практически многие не согласны, если не большинство, если не все, не знаю, с кем разговариваешь, мало кто находится, кто соглашается. Но я для того, чтобы уйти вот от этого мышления, в котором вот как-то поставлено все с моей точки зрения с ног на голову, я это объясняю несколько иначе. Я считаю, что в законе есть понятие прокурор и адвокат это две равные стороны в процессе. Да? Так вот, давайте все-таки эти две равные стороны в процессе и уравняем. Ну, можно я задам вопрос? Юлия Ильич, вот у нас мы все время рассуждаем в терминологии, вот я все время слышу это среди журналистов, среди всяких выступлений общественных и гражданских и всяких, когда есть как бы представление, что есть какое-то государство и есть какие-то граждане. И вот между ними есть какие-то отношения. Ну, плохие, нехорошие, но не важно. Вот есть две стороны как бы. А вот прокурор. Ну, вот что такое адвокат, мне более-менее понятно. А вот мне непонятно, что такое прокурор. Прокурор это что? Это государство? Представитель государства. Это представитель государства. Вот нужно говорить, что вот есть некий адвокат, который посредничает между гражданином и фактически представителем государства. И они должны быть равны. Вот я это и хотел сейчас объяснить. Я лично хотел бы, чтобы исходили вот изначально, так сказать, понятия было. Тогда мы уйдем, дома вот от этих распред, от разных баррикад, что называется. Вот адвокаты на той баррикаде, а все остальные там суди, прокуроры, следователи на этой баррикаде. На государственной. Она не государственная, к сожалению. государство и население это одно и то же. Не будет населения, не будет государства. Без государств население проживет, а государство без населения не проживет. А вы не можете представить такое государство, где живут одни чиновники и больше уже никого нет. Тогда они будут населением. Да. Между прочим, чиновники это часть населения. Они просто делегированы от населения для того, чтобы помогать вот этому государству, о котором мы говорим, как-то существовать. Так вот, если будут подходить к тому, паршивый овца все стадо может испортить. Говорят по-другому, что не портит. Портит. Поэтому думать о том, что, допустим, у адвокатов все идеально, нет. Как везде. И в прокуратуре, и в суде, и в следствии, так и в адвокатуре. Есть хорошие, есть плохие, порядочные, честные, нет. Так вот, если мы будем исходить из того, что адвокат защищает, у нас принято считать по обывательскому такому мнению, преступника. Адвокат, я бы хотел, чтобы так считали, защищает не преступника, а закон. От произвола. От произвола в применении, исполнении. Вот адвокат с этой точки зрения защищает закон. А прокурор защищает закон с точки зрения обвинения. Но тоже защищает закон. И вот когда вот эти понятия уравняются, что и адвокат, и прокурор, прокурор не против преступника, конкретного, а он защищает закон. Но в данной ситуации кто-то совершил преступление, например, да? Значит, этот прокурор трансформирует вот эту вот защиту закона с точки зрения обвинения конкретного лица. но защиту закона. А не против конкретного лица. Да, конечно. Все равны перед законом. Да. Вот когда это будет так, когда все действительно будут равны перед законом. Да. И когда сотрудник правоохранительная система начнет работать без сбоев, без оглядки на то, что этот олигарх и может заплатить, этот еще что-то, тогда начнет что-то работать. Потому что без правоохранительной системы государство умирает. Вы сами в одной из своих статей вы пишете о том, что было постановление генерального прокурора об отменении чего-то. Но вам конкретное лицо, конкретный следователь говорит, что нам это не указ. Как можно говорить вообще о соблюдении каких-то правовых норм, когда даже постановление генерального прокурора не является указом доисполнителя. Вот уже закон соблюден. Генеральный прокурор постановил. Он не постановил, он наложил резолюцию и не постановил, а вынес постановление об освобождении из-под стражи лица и привлечении к ответственности лиц виновных в этом. Но все равно его освободили. Ну, правда, мне пришлось изощряться. Все равно, кого его освободили. Моего подзащитного освободили. Я с этим постановлением замгенеральный там был прокурора Катусев. Замечательнейший человек, я вот с ним общался, оставил у меня самые наилучшие впечатления. Жаль, что он ушел из прокуратуры. Вот. Значит, он обязал помощника проверить, проконтролировать. И когда я с этим постановлением приехал в следствие, да, следователь мне сказал, что, а что, у них там своя прокуратура, у нас своя прокуратура. Я, что хочу, то я здесь на земле, что он мне там, пусть он там командует, а не здесь. Территориальные какие-то, мы вообще другая земля. Но это было допустимо, стало допустимо. Вот сейчас, в советские времена, вот так кто-нибудь ответил. Нет, мы сейчас не говорим про... Так вот, вот эта неуправляемость, вот эта мнимая свобода, именно мнимая, потому что часто говорят о политической воле, это действительно так. Да. Будь политическая воля, порядок навести можно за два часа. Нет, вы знаете, я вспоминаю в связи с этим, я вспоминаю, когда вот были, была эта оттепель, хрущевская, да, и вот как только появилась хрущевская оттепель, там сразу же появилось множество всяких преступлений. Вот бандитизм, пристрелки на улицах, там много что было вообще. И это продолжалось какое-то время. Так что уже было поздно вечером, было опасно просто ходить по улицам, воровство было поголовное, ну, преступлений было огромное количество. Это я просто помню все, как происходило. Началось сокрушение памятников, забрасывание грязи там и прочее, а потом началась вот такая преступность и как бы доминирующая преступность, которая была в быту везде. И вдруг в один прекрасный день, вдруг начинают арестовывать огромные банды, по 200 человек в сутки, и в течение года все прекратилось. Всего в течение года. вот это есть политическая воля, вот это вы имеете в виду. Это те же самые менты, которые до этого допускали это, а вот после этого уже не допускали. Ведь тогда не поменяли. команду дадут команду, будет работать. Вот так вот. Значит нет команды. Команды нет. Ну, я так убежден, потому что как по-другому можно? Если я пишу жалобу, если я представляю доказательства, и со мной в устной приватной беседе все соглашаются, все понимают. Я пришел в приемную МВД, министра МВД, да, и мне там один из высоких начальников рассказывает, как в Красногорском районе, а я пришел как раз по Красногорскому району. Он мне говорит, да у меня самого там, я удостоверение им показал, я представился, так они меня еще и избили вдобавок. Но это нормальная вообще ситуация. Замечательно. Причем его же, что называется, сотрудники, так скажем, его же ведомство. Революция на местах. Юлия Иванович, у нас осталось несколько минут, и я хотел эти несколько минут употребить вот на что. Я знаю, что вы предлагали центральному телевидению серию передач, в которых рассматривались, да, цикл передач, в которых рассматривались бы совершенно конкретные случаи из юридической практики, из адвокатской практики, из прокурорской практики, с участием конкретных юристов, и транслировать это по телевидению. Не в виде какого-то шоу, которое играют актеры, а вот правоохранительной деятельности так, как она протекает в современных условиях. И мы вам на нашем интернет-телевидении предложили провести такую... У вас это не получалось почему-то на центральном телевидении по каким-то причинам. Пока не получается. Да, пока не получается. Уже два года предложили. Да, мы вам предложили провести серию таких передач у нас. Вот вы не раздумали это делать? Вы готовы провести серию таких передач? Нет, во-первых, я не раздумал. Во-вторых, не совсем так. Что касается центрального телевидения, я предлагаю не просто рассматривать, какие-то дела не рассматривать, это, наверное, было бы немножечко примитивно. Я предложил им сделать программу, цикл программ под названием Адвокат. И там многогранно все. Там не только дела, там не только представители разных профессий и так далее. Там очень много плановая такая деятельность должна была быть. И все, кто заявку мою смотрели, они все в общем-то извините, восхищались и говорили, да, такого не было, нет и не предполагалось на телевидении. Но, к сожалению, пока не можем никак найти общий язык, потому что то одно, то другое, то что-то. меня не устраивает, то что-то их не устраивает. Потому что почти все постоянно мне предлагают сделать из этого шоу. Я отказываюсь. Я говорю, это должна быть живая передача, а не шоу. Ну, вы с нами согласитесь провести такую живую, но у нас более скромное средство. Я же сказал, что мы собирались это, обговаривали, и я от этого не отказываюсь. Просто формат, наверное, будет немножечко другой. Замечательно, хорошо. Значит, в таком случае я могу доложить нашим зрителям, слушателям, о том, что Юрий Наумович проведет серию таких передач все-таки. Уже теперь в интернет-телевидении. У нас достаточно большая аудитория, и это может сопровождаться в том числе и общением с аудиторией. В чате можно общаться. То есть, вам могут задавать вопросы, вы можете отвечать на эти вопросы гражданам, которые... Но если в тот момент я смогу заключить. Да, ну, конечно, но это все же в человеческих возможностях. сегодня нашим гостем был Юрий Наумович Квартин, почетный юрист России. Теперь я правильно уже говорю, да? Почетный адвокат. А, почетный адвокат. Не Россия, а просто почетный адвокат. Почетный адвокат, член Союза литераторов России. Я благодарю вас за то время, которое вы нам уделили, побеседовав с нами о тех проблемах, которые возникают в юридической практике. Желаю вам творческих, литературных и профессиональных успехов. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо. Спасибо.